Приветствую вас, друзья! Предлагаю вам поговорить о проблемах, слабых местах и достоинствах Hyundai Taxon. Давайте разбираться, как избежать больших затрат на эксплуатацию и на что смотреть при покупке. Бензиновые рядные четверки 2.0, G4GC, семейство Beta конструктивно выделяются только приводом ГРМ. Ремень от коленвала на выпускной распредвал и цепь от выпускного на впускной. Короткая цепь весьма долговечная, ремень меняется на 50-60 тысячах. Не забывайте про регламент регулировки тепловых зазоров клапанов на G4GC. Не реже, чем раз в 90 тысяч, но лучше немного сократить интервал. Гидрокомпенсаторов нет. Мотор V6 2.7, G6BA из другого семейства Delta II. Однако привод ГРМ у него похожий комбинированный. В приводе клапанов есть гидрокомпенсаторы, что снимает часть проблем. Зато в районе 150 тысяч замены требуют уже сами гидрики. Популярная проблема G6BA – износ впускного коллектора с изменяемой геометрией. Люфтящие заслонки и потери герметичности с подсосом воздуха. Дизели 2.0, D4EA – экономичнее любого из бензиновых, а у бензинового 2.0 выигрывают и по тяге. Но хлопот больше. Дорогие проблемы с форсунками, топливным насосом высокого давления, клапаном EGR возникают уже после 120-150 тысяч, а на плохом топливе и раньше. Так что вся экономия на топливе перекрывается расходами на ремонт. На любых моторах в возрасте старше 7 лет и пробегах за 120-150 тысяч обычно начинаются проблемы с герметичностью системы охлаждения. Текут радиаторы, текут и патрубки. Проверяйте, ищите течи и колхозинг. Автоматы F4A42-2, W4A42 для 2.0 и F4A51-W4A51 для 2.7 – отличные коробки совместной разработки Hyundai и Mitsubishi конца 90-х годов, причем основанная на старой Chrysler серии A604. При условии замены масла и фильтра раз в 60 тысяч могут пройти до 200 тысяч до капремонта. Причем капремонт едва ли будет разорительно дорог. Накладка гидротрансформатора, сальники, прокладки, возможно, часть соленоидов. Все остальное, как правило, либо следствие долгой езды с грязным маслом или перегревом, либо возникает на пробегах ближе к 300. Хрестовины карданного вала тут обслуживаемы, но мало кто на это заморачивается, поэтому тысяч после 150 надо постепенно откладывать на замену шарниров. Не забывайте о замене масла в угловом редукторе и муфте подключения задней оси раз в 60 тысяч. А еще следите за течами сальников. Муфта, если не сжечь фрикционы на бездорожье, живет 150-200 тысяч, после чего перебирается. Она вполне ремонтопригодна и не сложна в устройстве. В ходовой больше всего проблем доставляют тормоза. Регулярно закисают суппорты, текут тормозные шланги, отказывают датчики АБС. Расходники недорогие, но в идеале система бывает редко. Подвески ругали родные амортизаторы без пыльников, но их давно заменили. Просаживаются пружины, плюс спереди и сзади трескаются и корродируют их опорные чашки. Предсказать ресурс сайлинг-блоков, стоек стабилизаторов и шаровых опор сложно. Очень много отвратительного по качеству неоригинала, с которым ресурс падает до 20-30 тысяч. Как уже было сказано выше в части про кузов, подвеска довольно быстро отжавеет. Как следствие, редкую гайку удается открутить даже с большим рычагом, так что придется расчехлять болгарку. Учитывайте это, если собираетесь обслуживать машину самостоятельно. Популярная ошибка P0133 связана с кислородным датчиком, лямбда-зондом, после катализатора. Есть несколько вариантов решения проблемы. По уму надо менять катализатор. Более бюджетный вариант, удаление его и установка обманки. Некоторым помогает чип-тюнинг с перепрошивкой под Евро 2, некоторым просто замена АЗС. Но в любом случае надо помнить, что катализатор не вечный и если нет желания тратиться на его замену, то надо решить вопрос радикально и навсегда. Ошибки P0173 и P0173 на V6 2.7 часто появляются в паре и говорят об объединенной смеси. Это говорит либо о подсосе воздуха на впуске, либо о неисправном датчике массового расхода воздуха, хотя возможно и другие варианты. Ошибка P0741 часто говорит о скорой смерти накладки блокировки гидротрансформатора в АКПП, когда она проскальзывает и не обеспечивает равные скорости вращения коленвала с входным валом АКПП. По уму лечится ремонтом ГДТ. Плюс в том, что ничего дорогого в салоне нет, а минус в средненьком качестве отделки. Особенно плохо держится салон из кожзама, который неэстетично трескается. Ткань просто протирается, иногда до дыр, плюс рвутся швы. Пластик жесткий и с возрастом начинает звучать. Кузовной металл лишен оцинковки, поэтому состояние может быть плачевным, если машина возрастная эксплуатировалась жестко и никогда не антикорилась. Слабые места, рамка лобового стекла и задней арки, а также кронштейны заднего бампера и рычаги подвески. В запущенных случаях ржавчина может быть уже и на подрамнике, и на лонжеронах. Недолговечные уплотнители дверей. Слушайте свист в щелях и ищите грязь в дверных проемах. С возрастом рассыхается герметик задней двери, отчего внутрь проникает вода. Как следствие, поломки заднего дворника и обогрева стекла. Ну а если вы являетесь владельцем Hyundai Taxon, то пожалуйста, опишите проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно ваш отзыв поможет зрителям при выборе машины. На этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание. Буду вам очень благодарен, если подпишетесь на канал. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok